Друзья, всем огромный привет! Я частенько готовлю котлетки из куриной грудки и овощей. Беру куриную грудку, болгарский перец, лук, зелень, куриное яйцо, растительное масло, муку, майонез, черный молотый перец и соль. Все мелко нарезаю и начинаем готовить. Мелко нарезала лук, добавляю куриную грудку, болгарский перчик и зелень. Подсолю. Две столовые ложки майонеза. Две столовые ложки муки. И все хорошо перемешиваю. И у нас получается котлетная масса вот такая. Кстати, сюда можно было добавить еще баночку кукурузы. Тоже интересное было бы сочетание продуктов. Но в следующий раз приготовим как-нибудь. Добавлю все-таки еще одно куриное яйцо. В общей сложности два куриных яйца. И все хорошо перемешиваем. У меня все готово. Идем к плите. Наливаю немного растительного масла. Масло нагрелось. Я нагрею плиты с девятки, делаю на средний, на семерку. Котлеты всегда я обжариваю под крышкой. Закрываю крышку и обжариваем котлеты. Ну, я думаю, минут по 5-7 с каждой стороны. Переворачиваю. Вот эту простоту. Закрываю крышечку, жарим котлеты. Мне нужно, чтобы котлетки мои и прожарились, и пропарились, и подрумянились. Первая партия котлеты обжарилась. Перекладываю. Если какие-то у нас имеются, здесь шкварки убираем. Чтобы котлетки получились со всех сторон поджаристые, я обжариваю всего по 3 котлеты. Переворачиваем. Котлеты обжариваются, друзья. Если мы, друзья, оставим шкварки вот здесь, в сковороде, то они прилипнут к котлетам. Нам этого не нужно. Так, аккуратненько берём и убираем. Как поступаю я? Приготовила котлетную массу вот такую. Часть котлет, допустим, сегодня обжарила. Осталась у меня котлетная масса. Я закрываю крышечкой и в холодильник. Она может храниться в таком состоянии 2 дня. Пришла с работы, котлетки по-быстрому пожарила. В общем, качество своего вот эта котлетная масса не теряет. И котлеты получаются очень вкусные. Вкусно и по-быстрому. Всем советую. Друзья, какие вкусные котлетки. Вообще, слов нет, одни эмоции. Имеют такие котлеты никакого не нужного гарнира. Кушаю котлету. Котлета и нежная, и сочная. Почему? Потому что мы очень много добавляли туда репчатого лука. Смотрите, котлета. Вот так она хорошо обжарилась со всех сторон. Давайте посмотрим. Из небольшого количества продуктов и по объему, и по бюджету мы приготовили много котлет. Готовьте вместе с Еленой. Всем удачи, пока. Ну, а мы будем кушать. Немного перекусим. Музыка. 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 Музыка.